Всем привет! Сегодня мы будем делать макияж в стиле волонтерского молодежного центра Доброе Дело. В качестве основы под тени я, как всегда, наношу консилер. Можно делать это кистью, можно пальцем. Это абсолютно не принципиально и зависит только от вашего удобства. Так как нижняя века не такое большое, как верхняя, наносить консилер будет удобнее все-таки кистью. Основные цвета центра Доброе Дело это разные оттенки зеленого. Наверное, я начну с самого светлого и нанесу его во внутренний угол глаза. Затем возьму какой-нибудь более насыщенный и нанесу его на самую середину века. Затем растушую их между собой. Далее я возьму самый темный оттенок и нанесу его во внешний угол, выстраивая форму. Хоть я и предпочитаю считать, что в макияже нет правил, однако наносить темные оттенки стоит все-таки во внешний угол глаза, потому что иначе это может выглядеть не очень. Я беру оттенки посветлее, чтобы попытаться втушевать зеленый цвет в кожу, чтобы он выглядел... чтобы переход выглядел более мягким. Затем мы переносим все это на нижнее веко. Далее я предлагаю взять что-нибудь блестящее с зеленоватым оттенком и нанести это на оставшуюся часть нижнего века и так же чуть-чуть на верхнее. Конечно же можно добавить в макияж стрелки, но я ограничусь только тушью. Если вы вдруг запачкали тени тушью, ее можно очень легко убрать, просто взяв кисточку для бровей и, так сказать, заскрести тушь с века. Не забываем про нижние ресницы, но красим их не слишком сильно, чтобы акцент оставался на верхних. Теперь я буду рисовать саму эмплему центра Доброе Дело. Для этого мне понадобится смешать разные оттенки. Я использую аквагрим. Это краска для лица на водной основе. Сначала я возьму просто самый яркий зеленый и нарисуем первый квадратик. Конечно же можно помочь себе, заклеив все скотчем, чтобы квадрат получился максимально ровный. Затем беру более темный зеленый. И чтобы добиться третьего оттенка, я смешаю синий с зеленым, чтобы получился более холодный цвет. Этим же цветом я напишу Доброе Дело. Так как эмблема довольно геометрична, можно добавить каких-нибудь элементов. Думаю, я больше не буду ничего добавлять на губы и в целом на лицо, чтобы все не стало еще более перегружено. Так что, думаю, можно считать макияж законченным. Субтитры создавал DimaTorzok